Здравствуйте, уважаемые зрители! Это очередной ролик об органическом земледелии на юге Украины. Хотелось немножко рассказать, как нам приходится бороться с засухой и затяжной весной. Сегодня на календаре 1 мая. День выдался тёплый. Но, честно говоря, апрель был довольно-таки холодный и весна затяжная. Если вы смотрели предыдущий ролик, то вы видели, что в марте месяце нагрянуло тепло, но как оно стремительно пришло, оно не продолжало так же развиваться. Были заморозки несколько дней, ну а дожди, если и были, то, можно сказать, больше похожи на росу. Поэтому, если вы обратите внимание на огород, то видно, что успешно больше растёт сорняк, а сходить растения не успевают. Ну и немножко хотел подсказать о том, что он не есть. Этот участок, который, как вы помните, был под седиратами, я засадил бобами. Здесь я посадил чеснок. Ну, а тут, как я уже говорил, видно, что ещё не посадили растения. Конечно, мне не очень бы хотелось показывать сорняки, но это просто показывает реалии. Почему здесь такое происходит? Потому что я ещё жду, пока поднимутся культуры. А молоча в этом году много. Приходится нам бороться с ними, пропалывая не только тяпочкой, но и берём в руки нож и аккуратно подрезаем ножом там, где есть посаженные культуры, чтобы их не убрать. Как видно, что яблоньки, которые я садил, молодые, они принялись. Видно, даже цветёт айва. Ну и, конечно, нелегко в такое время, когда уже многое должно посадить. Видимо, что многое сидит на месте культуры. Поэтому приходится поливать. Честно говоря, я не приемлю обильный полив, поскольку являюсь сторонником мульчирования. Деревья смогли выдержать заморозки, несмотря на то, что рано расцвели. Здесь я посадил салата много, перепутываю его с фацелией, потому что решил между деревьями засаживать с федератами, но буду есть салат. Тут посажена морковь. Также, как видно, та клубника, которую я садил с осени, она принялась. Поэтому вот здесь, которая на первом плане, вы видите, старая, она последний год. Я буду её убирать и между деревьями буду засаживать другими культурами. Скорее всего, это опять-таки будет садират. Это мы боролись с молодчаем супругой с утра. Я эту грядочку сейчас буду поливать, поскольку лук всё-таки немножко нарушили, чтобы закрыть поры водой. Не знаю, обещают на 3 мая дождик. Посмотрим, появится ли. Принялась и эта черешня. Скорее всего, она была местной Литопольских культур. Вот я и проговорился, какие города у меня рядом. Кстати, Мелитополь очень славится черешней. Здесь тоже принялась клубничка. Видим, даже и цветёт. Тут у меня посажена тыква. Как вы видите, что между деревьями в этом году я решил сильно не засаживать, поскольку всё-таки хочу отходить от огорода. Морощего это дело у нас на юге страны. Это я посадил жито. За ним мы видим, опять-таки, малина, которую я наконец-то принялась. Она, бедная, боролась за выживание, когда была засуда. Ну и здесь посажен амарант. Я активно использовал компост, потом и когда поливал, чтобы присыпать. Полив, чтобы влага не испарялась. Это, раз уже гавкает, покажу новый член семьи. Зовут его Байт. В памперсенах здесь находятся ранние культуры. Также я посадил рассаду. Здесь видно, где идёт такой горок. Ну, а здесь тоже рассада, которую я полил, купил в школе, которая работает. И покажу, откуда я беру воду. Это, не знаю, хотите называть маленьким колодцем или большой скважиной. Куда-то беру воду для полива. Ну и в завершение я хотел сказать, что стараюсь не поставить руки, потому что сейчас климат везде поменялся. Если у вас есть вопросы, особенно по обособенностях земледелия, например, почему я уверенно называю свою род деятельность органическим земледелем, а юге Украины, то с радостью отвечу вам в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok